В этом ролике я вам покажу спойлеры будущего обновления, они довольно интересные, поэтому я вам советую видео позволить от начала до конца. Я в основном всегда записываю такие ролики перед обновлением, покажу вам что добавят, покажу вам самое интересное, чтобы вы понимали это всего лишь там 30% от того что добавят, то есть конечно же все нам еще не показали, но уже большую часть мы увидели, поэтому я вам все сегодня покажу, расскажу, объясню, я надеюсь от вас увидеть максимальную активность, потому что подобные ролики всегда набирали хороший актив, надеюсь это видео будет не исключение. Я сам очень жду это обновление, потому что там добавят много чего интересного, много просто тем для контента, поэтому я сам с нетерпением хочу, чтобы наконец-то вышло обновление, просто засладимся тем, что должны добавить, понимаете. Это будет очень крутое, масштабное обновление, которое добавляет много чего интересного, классного, поэтому я думаю вам стоит на это посмотреть. Ну а если ты еще не играешь на проекте Магазин Холиплей, то конечно же не забывай вводить мой промокод, пишите слэш мм седьмой пункт промокод, указать друга ютубера и вводите самый лучший промокод полканов. За этот промокод вы получите 450 тысяч, мой промокод можно вводить на любом сервере. Ну а я вам могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал, давайте постараемся это видео набрать 200 лайков, я вам буду очень сильно благодарен. Первое, о чем бы я хотел рассказать, то что будет новый промышленный комплекс, который будет находиться в городе Луткарина, он будет находиться там в лесочке, нам показали его местоположение, и это будет что-то довольно-таки новое. То есть это не будет новый завод, тот же самый завод он останется, он будет на прежнем месте, а это будет какая-то новая работа, показана такая инструкция, что нужно будет делать, но полностью ничего в принципе нам не показали. Но я думаю в любом случае это круто, то что они решили задействовать уже наконец-то Луткарина, потому что там на самом деле очень мало движухи, и теперь туда чаще будут ездить игроки, новая работа, это всегда очень круто и интересно. Следующее, о чем я хотел бы парить, это новые системы для семей, нам слить недавно то, что будет 7 рангов, я не знаю зачем так много, потому что в принципе 5 рангов хватало с головой, но почему-то они решили сделать 7 рангов, возможно это будут заваучеры, возможно это будет по дефолту, но вот такое вот небольшое обновление будет связано с семьей. Также выложили пост, в котором спрашивали, что добавить получается в улучшение семьи за ваучеры, и на скриншоте нам показали небольшой спойлер, то что будет новое улучшение, называется оно завод, и оно будет стоить 500 ваучеров. То есть я так понимаю, то что разработчики хотят побольше добавить всяких плюшек для семей, чтобы семьи как-то больше развивались, чтобы там был больше интерес. Следующее, о чем бы я хотел рассказать, это новое преображение Южного, то есть город Южный в следующем обновлении очень сильно поменяется, там обновят многоэтажки, там добавят новые там велодорожки, добавят круговое движение, то есть Южный в следующем обновлении реально очень сильно поменяется. Самое интересное то, что там наверху есть дома, как вы все знаете, их давно добавили, и они стоят по 300 миллионов рублей, и мне интересно, на них будет либо аукцион, либо возможно они будут в гости там и так далее, потому что я не понимаю, зачем разработчики их там держат. Дома довольно-таки сладенькие, и было бы неплохо, если бы их выставили на аукцион, вроде бы как в обновлении будет система аукциона, либо она в разработке. Ну и конечно же, наконец-то добавят новый тир, потому что старый тир, он был очень древний, просто он никогда не менялся, но в этом обновлении его кардинально поменяют, то есть там можно будет покупать оружие, будут разные локации для стрельбы, то есть это реально очень круто выглядит. Ну и скорее всего вернуть систему, в которой у вас будут скиллы на оружие как бы ухудшаться, и вам нужно будет периодически ходить стрелять, чтобы возвращать свой скилл стрельбы. Это конечно же не точно, это всего лишь мои предположения, но сама система реально классная, то есть проработанный интерьер, много есть локаций, где можно пострелять. Я не знаю, скорее всего это будет доступно для всех, не только там для организаций, потому что ну как бы всем нужно скиллы качать, и тем кто находится в ОС-организациях, и в криминальных организациях, ну и обычные раки в принципе тоже, поэтому я думаю тир будет доступен всем. Следующее, о чем бы я хотел поговорить, это то, что добавят новые автобусы, и скорее всего на них будет зарплата больше, возможно будут новые маршруты, и как я считаю, то что автобус будет доступен с определенного уровня, потому что как бы есть обычные автобусы, которые есть сейчас. А это будет электробус получается, поэтому я думаю на него нужен будет определенный скилл, то есть любой желающий, который только пришел на автобусы, он не сможет скорее всего на нем проработать. Насчет зарплаты, как бы никто не знает, будет может быть она больше на этом автобусе, либо зарплата просто не поменяется, либо автобус просто будет быстрее, чем обычный, и за счет этого будете зарабатывать больше денег. Также возможно в этом обновлении появятся новые номера, то есть русские, украинские, белорусские и так далее, нам уже показывают то, что идет разработка, уже подбирают шрифты под эти номера, уже пробовали ставить номера на машины, поэтому возможно в скором будущем, возможно даже в этом обновлении уже добавят новые номера. Насчет регионов нету точной информации, возможно не будут, возможно нет, то есть этого никто не знает, но в любом случае круто то, что добавят новые номера, это будет такое некое разнообразие. Мне кажется каждый кто играет, он хочет, чтобы у него были номера своей страны, но лично я хотел бы себе какие-то блатные украинские номера, меня бы это очень сильно порадовало. Следующее о чем бы я хотел поговорить, это новый спойлер, который вышел совсем недавно, скорее всего это будет новая система статс, либо это будет система интеря, потому что об этом уже шла речь, то что идет разработка инвентаря, об этом говорили 3 недели назад, и вот недавно вышел такой спойлер, поэтому возможно реально мы увидим новую систему интеря, либо новую систему статистики. Здесь получается показан наш скин, который будет у нас находиться на данный момент, здесь показаны наши нужды, то есть туалет, душ, еда, вода и нервозность, так сказать. Не будем загадывать, я вам точно не буду ничего говорить, потому что я сам не знаю, но вот такая вот темка появится в будущем обновлении. Также на дуэлях произойдут небольшие изменения, потому что я думаю многие понимают, что не всегда есть люди, с которыми вы можете постреляться, потренироваться там и так далее, поэтому в будущем обновлении добавят получается ботов, и добавят возможность выбирать оружие во время получается тренировочки, если вам не с кем будет постреляться, вы можете спокойно выбрать там какого-то бота, возможно даже не одного, и просто тренировать свою стрельбу. Ну а что насчет машин, ребята, их добавят очень много, будет и новый Лексус, и новая Митсубиси, и всякие Ниссаны, Макларены, то есть в этом обновлении будет много новых автомобилей, будут новые винилы для старых автомобилей, поэтому в этом обновлении будет тоже хороший упор сделан на автомобиле, поэтому я думаю вы будете очень рады. Ну и последнее, о чем бы я хотел поговорить, это получается слитые скриншоты космоса, точно информации нету, будь ли он такой, какой он показан на скриншотах, слили два скриншота, до конца конечно ничего не понятно, то есть как бы есть Земля, есть получается Луна, не, ну выглядит прикольно на самом деле, то есть это будет совсем другая система, не та, что была там в 2017-15 году, то есть это будет совсем уже новая система, по другому реализована, но как нам сказали, то что в этом обновлении космоса не будет, возможно будет в следующем обновлении, но в любом случае уже есть космодром получается, поэтому космос будет, попозже, но будет. Я не знаю, можно ли будет там фармить как бы амазинги, скорее всего да, потому что раньше как бы именно на это был упор, то что вы летаете в космос, зарабатываете получается амазинги и амазинги уже переводите в донат. Ну что ж, дамы и господа, вот такое вот получилось видео, надеюсь вам понравилось, ставьте лайки и конечно же подписывайтесь на канал, я вам сегодня показал, что будет в будущем обновление, это всего лишь малая часть, как я и сказал, то есть обнова реально будет очень большая, но когда она выйдет точно никто не знает, скорее всего я думаю она выйдет либо в этом месяце, то есть в конце, либо в начале следующего месяца, но обновление реально будет масштабное, большое, интересное, поэтому я думаю стоит дождаться уже полностью, когда все доделают и насладиться уже потом обновлением. Все полезные ссылочки есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. На этом я буду заканчивать, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.